Благовестие Израилю и всему миру Да благословит вас Бог! Шалом, возлюбленная! Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса» с моей прекрасной женой Синцией Мерджери. Дорогая, пусть Бог благословит тебя. Очень рад, что ты сегодня здесь со мною. Сегодня прекрасный день. Мы подошли к концу прекрасной серии «Тайны сотворения». В этом мире столько всего происходит. Каждый день наполнен разными делами и потерями. И это послание поднимет нас над атмосферой мелочей, чтобы мы осознали прекрасную картину. Да, возлюбленная, в мире много хорошего. В новостях мы слышим об убийствах, происшествиях и прочих вещах. Однако вы смотрите на творение, видите прекрасный свет солнца, деревья, бабочек, животных, и понимаете, каков Бог на самом деле. Он благ, возлюбленная, и у него есть хороший план на жизнь каждого из нас. Оставайтесь с нами. Приятного вам просмотра. Баруха Шем, благословенное имя Господа. Я люблю вас. С вами Равин Кёршнайдер. Мы продолжаем очень важную серию, которая носит название «Тайны сотворения». Мы исследуем книгу Брешет, что в переводе с еврита значит «бытие». Многие из вас уже знают, что я всегда настоятельно советую посмотреть всю серию. Сегодня четвертая часть серии. Если вы что-то пропустили, закажите всю серию или посмотрите ее на Ютьюбе. Пожалуйста, посмотрите все выпуски этой серии. Это истина, о которой многие не слышали. Она абсолютно точно изменит вашу жизнь. Сегодня я не буду делать обзоров, поскольку посвятил им много времени, и в прошлых выпусках сейчас продолжу с того же места, где остановился в прошлый раз. Тогда я говорил о том, что тьма появилась раньше света. Что это значит для нас, как для людей? Опять же, посмотрите предыдущий выпуск. Теперь прочту 9 стих в продолжении темы. Мы вновь рассматриваем процесс «Тайны сотворения». «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша». И стало так. А мы вернемся ко второму стиху. «Земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездною». И теперь, внимание, «Дух Божий носился над водой». Второй стих говорит, что Земля еще была бесформенной. Она была пустой и хаотичной. Это был один сплошной пустырь. Как я уже говорил в прошлом выпуске, шар, который сегодня можно видеть из космоса, еще не появился. Земля была бесформенной. Она существовала только в сознании Бога. В этом материальном измерении она еще не появилась. В 9 стихе мы видим, что вода, которая под небом, собралась в одно место. Когда Господь собрал воду в одно место, появилась суша. Итак, во 2 стихе мы видим тьму и то, что Дух Божий носился над водой. Земли, какой мы знаем ее сегодня, еще не было. А затем в 9 стихе Бог собрал всю воду в одном месте, и из воды появилась суша. Теперь поразмышляйте над тем фактом, что человечество было сформировано из праха земного. Другими словами, когда мы изучаем сотворение Земли, это говорит нам о том, как были сотворены мы, поскольку мы созданы из праха земного. Но мы посмотрим на 10 стих. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вот назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Давайте прочитаем это еще раз. «И сказал Бог, «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и доявится суша». И стало так. «И назвал Бог сушу землей, а собрание вот назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». К примеру, во 2 главе Бытия мы читаем, что человек был создан из праха земного. Мы также читаем, что из праха родились, и в прах вернемся, поскольку мы были сотворены из него. История формирования мира относится и к нам, поскольку содержит в себе историю нашего сотворения. Вспомните, что в 9 и 10 стихах суша появилась из воды. Раз речь идет и о вашем сотворении, значит, вы тоже появились из воды. Где вы были до того, как появились на этот свет? Вы были окружены водой в утробе своей матери. Вы тоже родились из воды. Женщины, которые рожали детей, знают о процессе отхождения вод. Что это такое? Вода, которая окружала малыша в утробе, выходит, после чего малыш готов появиться на свет. Итак, вода становится утробой сотворения. Суша появилась из воды. И еще раз напомню. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место». И далее в 10 стихе сказано, «И назвал Бог сушу землей». Поскольку суша появилась из воды, а вода была утробой для суши. Суша появилась из воды. Мы с вами тоже появились из воды в утробах наших матерей. Вода — это утроба Божьего творения. Поэтому мы крестимся в воде во имя Господа Иисуса. Иисус сказал так, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Почему мы крестимся в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа? Почему же мы погружаемся в воду? Возлюбленная, когда мы погружаемся в воду, а затем выходим из нее, это символизирует рождение заново, рождение свыше. Вода становится утробой для нашего нового рождения. Мы уходим под воду. Так мы хороним всю нашу прошлую жизнь. Затем мы появляемся из воды, тем самым словно рождаясь заново. Поэтому вода — это утроба сотворения. Какая же это прекрасная мысль. Когда вы принимали крещение при погружении в воду, вся ваша прошлая жизнь была похоронена. Когда вы вышли из воды, вы были рождены снова, как новое творение. Вода стала утробой для рождения совершенно нового творения. Отец желает, чтобы мы жили именно так, как совершенно новые творения, живущие для него. Жить для него. Но что же это означает? Это значит ставить его на первое место в жизни. Во всем. Любить его больше всего. Мы абсолютно новые творения. Если мы сможем погрестись с Иисусом в воде, то мы сможем воскреснуть в нем в новом царстве, в новой воде духа. Поэтому давайте соблюдать праздники. Я знаю, что Равин не был знаком с теми, к кому обращался. Я сразу понял, что эти слава были от Бога. Он служил одной женщине, которая вышла вперед. Эта женщина порой пользовалась ожерельями ведьмы. Когда Равин служил словом, я знал, что это было от Бога. Повелеваю каждому демону выйти. Сатана, я разрушаю твою силу. Я приказываю тебе выйти. Выйти во имя Иисуса. Сатана, приказываю тебе уйти. Сатана, приказываю тебе уйти. Приказываю тебе отпустить эту женщину. Отпусти эту женщину. Отпусти ее. Приказываю тебе отпустить ее. Посмотрите на меня. Смотрите мне в глаза. Сатана, выйди из нее во имя Иисуса. Выходи. Он не знал эту женщину, но ее знал Бог. Поэтому через Равина говорил именно Бог. Бог очень мощно действовал через Равина. Его слово было как обоюдоострый меч. Все видели, как женщина откликнулась на это свежее слово. И тогда демону просто пришлось уйти. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповедь Равина. Если вы получаете благословение через проповедь Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я с радостью двигаюсь вперед и перехожу к той части, которой с нетерпением хочу с вами поделиться. Мы уже рассмотрели процесс сотворения, о котором начали говорить в прошлых выпусках. Перейдем к основному вопросу, для чего Бог нас сотворил. Мы рассмотрели процесс, нашли значение этого процесса, и теперь перейдем к главной мысли. Откройте вместе со мною 26 и 27 стихи в той же первой главе книги «Брешит» или «Бытие». И сказал Бог, «Сотворим человека, внимание, по образу нашему». В прошлых выпусках я говорил о том, почему Бог сказал, «Сотворим человека, по образу нашему». Почему здесь стоит слово «нашему»? О ком идет речь? Вернитесь к предыдущим выпускам, если вы еще этого не сделали. А мы продолжаем смотреть. «И сказал Бог, сотворим человека, по образу нашему, по подобию нашему». Бог сотворил мир для человека. Он повелел человеку править над этим миром. «Сотворим человека, по образу нашему, по подобию нашему». И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей. Бог сотворил мир для человека. Но для чего Бог сотворил человека самого? Мир был сотворен для нас. Но более важный вопрос, для чего Бог сотворил нас? Для чего? Послушайте внимательно. Бог сотворил нас, потому что хочет делиться собой с нами. Возможно, поначалу эти слова не впечатляют вас так, как мне бы хотелось. Поэтому давайте немного вернемся назад. Наверняка в вашей жизни были моменты, когда вы прекрасно себя чувствовали. Временами у большинства из вас наверняка была высокая самооценка. Разве в это время вы не любили всех вокруг себя? Я вспоминаю школьные времена, когда был спортсменом и занимался рестлингом. Я считал, что я непобедим. Я чувствовал себя на вершине мира. Я чувствовал, что почти получил то, чего искал в этом мире. Я всех любил и хотел, чтобы каждый чувствовал себя так же, как и я. Я так хорошо себя чувствовал, ощущал такое удовлетворение и счастье. Результатом такого хорошего состояния было горячее желание, чтобы каждый чувствовал себя так же, как и я. Я хотел, чтобы люди отлично себя чувствовали и были довольны. Я хотел, чтобы люди чувствовали себя самыми лучшими. Когда вы довольны собой, вам хочется, чтобы и другие люди были довольны собой. Когда вас переполняют счастье, вам хочется делиться им с другими людьми. Теперь представьте то же самое в отношении нашего Создателя. Бог так прекрасен. Его просто невозможно описать словами. Он совершенен. В Нем вся полнота радости, вся полнота мира, вся полнота победы. Он — это все. Но есть то, в чем Бог нуждается. Ему нужен был кто-то, с кем Он мог бы поделиться собой. Не поймите неправильно. Бог самодостаточен. Однако в сердце Бога было желание делиться собой с кем-то еще. Его так переполняло счастье и полнота, что Он хотел отдать Себя кому-то еще. Он хотел делиться с людьми тем, кто Он есть. Он хотел делиться с людьми своим миром. Он хотел делиться с людьми своей радостью. Он хотел делиться с людьми своей победой. Он хотел, чтобы люди чувствовали то же самое, что чувствует Он. Он желал, чтобы люди переживали то же, что переживает Он. Его переполняет природа даяния. Бог по природе Своей даятель. Бог сотворил человека по своему образу, потому что искал того, кому он мог бы себя отдать. Поэтому Бог сотворил нас с вами, чтобы мы принимали его. Потому-то и церковь названа в книге Откровения невестой Христа. Почему? Потому что церковь принимает. Мужчина дает семя жене, и она принимает это семя. Точно так же церковь создана, чтобы принимать дух живого Бога. Нам же нужно быть готовыми принять Бога. Писание говорит, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Так мы можем проявить Бога в своей жизни. Бог сотворил нас с вами по своему образу, чтобы мы принимали его. Но для того, чтобы принять его, мы должны быть в правильном положении. Писание говорит нам, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Опять же, нам нужно быть в правильном положении, чтобы принять Бога, дабы соединиться с Ним, чтобы испытать то, что Он хочет дать нам испытать. Бог желает, чтобы мы испытывали удовольствие. Откуда мы знаем, что Бог желает, чтобы мы испытывали удовольствие? Задам вам вопрос. Вы хорошо обедали последние несколько дней? Не спеша смакуйте свой следующий обед. Правда? Вкусно. Почему Бог дал нам способность ощущать вкус сладостей? Почему Бог дал нам способность наслаждаться едой? Потому что Бог — это Бог удовольствия. Почему Бог дал нам способность смотреть на Его творение и видеть Его красоту, цветы, закат, птиц? Потому что Бог — это Бог удовольствия. Он хочет, чтобы мы наслаждались Его славой и удовольствиями. Почему Бог дал нам способность испытывать радость от сексуального общения между мужем и женой? Потому что Бог — это Бог удовольствия. Он желает, чтобы вам было очень хорошо. Он хочет наполнять нас с вами. Он желает, чтобы мы прекрасно себя чувствовали. Он хочет наполнить нас собой, потому что Он Бог удовольствия. Но для того, чтобы Он это сделал, нам нужно быть открытыми, чтобы суметь Его принять. Иисус говорил об этом в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Он так и сказал в 21, 22 и 23 стихах. «А если вы любите Меня и соблюдете Мое Слово, Я явлю себя вам. Мы с Отцом придем и сотворим у вас обитель». Другими словами, Иисус сказал так. «Если вы откроете свою жизнь, любя Меня и повинуясь Мне, вы дадите возможность Мне и Отцу прийти и поселиться в вас. Мы явим себя вам. Вы соединитесь с нами и испытаете все то, ради чего я умирал. Мою радость, мой мир, мое удовольствие, божественное удовлетворение, чтобы Дух Святой бурлил внутри вас, и вы больше не испытывали нужду и жажду». Возлюбленные, это и есть тайна сотворения. Для чего мы с вами были сотворены? Бог хотел поделиться собой с кем-то, потому мы здесь. Он желает, чтобы нам было хорошо. Он хочет, чтобы мы испытывали то же, что и Он испытывает. Он желает, чтобы мы испытывали Его любовь, освежение, Его покой и силы. Он создал нас, чтобы отдать Себя нам. Но у нас с вами есть воля. Мы должны сделать свой выбор и поставить Его на первое место. А в этом случае Он сделает для нас то же, что сделал для Авраама. Он сказал Аврааму, «Поскольку ты послушался Меня, Я обильно благословлю тебя. Я твоя награда». Сам Бог будет вашей наградой. Полюбите ли вы Бога и будете ли готовы принять Его? Если да, то я обещаю вам. Он сделает вас невероятно счастливым. Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Осознайте свою цель. Мы были созданы нашим Творцом, потому что Он хотел поделиться с кем-то Собою. Он желает наделить вас Собой и Своей природой через Своего Сына, нашего Господа Иисуса Христа. А если вы готовы принять Его и поставить Его на первое место в своей жизни, тогда все, чего вы желали, исполнится по-божьему. И вы будете довольны, так, как даже не мечтали. Помните, написано «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его?» А нам Бог открыл это Духом Своим Святым. Возлюбленные, Он ожидает вас. Дух Божий парит над вашей жизнью, ожидая, что вы полюбите Его и отдадите Ему первенство в вашей жизни. Тогда Он проговорит к вам эти замечательные слова. Он вселится в вас и произнесет над вами благословение, «Да будет в вас свет мой». Если это послание не вселило в вас надежду, то я не знаю, что еще вселит. Это послание может помочь человеку в самый хмурый день, и для него выглянет солнце. Аминь, аминь. Нужно лишь понять, что Бог есть, и Он есть свет. Никакими словами не описать, насколько Он прекрасен. Слова не смогут этого передать. Бог хочет делиться с нами собою. Аминь. Пробуди наши души, Господь, пробуди нас для Себя. Я вспоминаю Адама и Еву в Эдеме до того, как они вкусили плод от дерева познания, добра и зла. Эдем был местом, где они переживали Бога, и все Его удовольствия были такими живыми. Именно к этому Бог призывает нас вновь, к насыщенной жизни, полной Божьих удовольствий. Аминь. Даже больше. Адам ходил и говорил с Богом в прохладе дня. Однако у Адама и Евы не было Духа Святого. Он не жил внутри них. Они не были рождены свыше. Сегодня мы с вами, искупленные кровью Мессии, имеем возможность переживать славу Бога намного сильнее, чем Адам и Ева, потому что внутри нас живет Святой Дух. Это невероятно и прекрасно. Если мы будем переживать Бога, тогда мы будем счастливы каждый миг своей жизни. Да, удивительно, что Бог может забрать наш грех и сотворить великую красоту, поселившись в нас. Он делает нас сосудами, которые вмещают всю полноту Духа Святого, всю полноту Его божественного, сверхъестественного присутствия. Павел тоже говорил о том, насколько невероятен Божий план. Он говорил о грехе и о том, как пришло искупление через Иешуа. Он писал, кто может понять пути Господа. Это настолько выходит за рамки нашего разумения. Удовольствие, которое Бог желает подарить нам с вами, намного больше того, о чем мы мечтаем. Сегодня я цитировал одно из моих любимых мест Писания. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 21 стиха. Там Иешуа сказал, «Если вы любите меня, если ставите меня на первое место в своей жизни, если соблюдаете Слово Мое и принимаете Мою цель на вашу жизнь, вы познаете любовь Бога в своей жизни». Мы с Отцом явим Себе вам, мы проявим Себе вам. Бог станет живым переживанием. Не тем, о ком вы прочли в Библии или узнали из слов проповедника, Бог Сам станет реальным для вас. А затем Иисус и Отец придут и поселятся в вас. Знаете, каково это? Найти Бога внутри себя. Вы можете поехать в любую точку мира, и вы всегда будете дома, потому что Сам Бог поселился в вас, а вы живете в Нем. Возлюбленная истина, о которых я сегодня говорю, это не религия, это реальность. Я вдохновляю вас, если вы никогда не принимали Иисуса своим Господом, сделайте это сейчас. Не так давно мы с Синтией провели целый месяц в Израиле. Мы поехали туда, чтобы сфокусироваться на Слове Божьем. Я изучал Тору, первые пять книг Библии. Я был поражен тем, как Бог сумел обратиться к каждой сфере нашей жизни. Он затронул все. Как одеваться, что есть, как вести бизнес, и даже как охранять свое имущество. Я знаю, что сейчас мы не под законом, но давайте не будем вдаваться в крайности. Бог желает участвовать во всех сферах нашей жизни, в том числе и в финансах. Если это служение благословляет вас и оказывает на вас влияние, то я прошу вас задуматься над тем, чтобы почитать Бога через поддержку этого служения. Благодаря вам мы достигаем мир для Иисуса Христа, и я рад, что вы по-прежнему с нами. Спасибо за вашу любовь и финансовую поддержку. Пусть Бог обильно благословит вас. Я благословляю вас и шалом. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам «Аудиопроповедь месяца» и «Свежий вестник». Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего и явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на тебя светлым взором своим и пусть снова дарует мир любимому чаду. Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру. Мы завершили серию «Тайны сотворения». Если вам понравилось и вы хотите приобрести экземпляр записи, зайдите на наш веб-сайт или звоните по номеру, указанному на экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!